Добрый день, друзья! С вами канал Даля от города и я Нина Коновалова. Сегодня 6 сентября 2021 года, закончились наши отпускные дни, мы вернулись домой. Больше двух недель я не снимала свои видеообзоры, и за это время скопилось огромнейшее количество вопросов, которые мне задавали мои подписчики. И знаете что? Мне, конечно же, приятно. Мне приятно, что мне люди доверяют, ведь я не просто рассказываю, я еще и показываю результат своего урожая, и в этом году он безумно порадовал всех нас, всю мою семью. Итак, очень много вопросов о том, как привести в должный вид, вернее, как ухаживать за теплицей, перед наступлением зимы. Что нужно с ней сделать? Потому что многие подписчики, опять же, по нашим советам приобрели себе теплицы, ведь понятно, что на улице все, что растет на улице вкуснее, но иногда наши погодные условия не позволяют нам собрать хороший урожай, и вот тогда теплица-то и выручает. Так вот, я сегодня вам расскажу, как вашу теплицу нужно обработать, чем обработать осенью. Ну, а как правило, это делается в октябре. Кстати, у нас на днях обещают заморозки. Сейчас 9-11 градусов тепла, ну, мы приехали с югов, там, где стоит температура 36 градусов тепла. И, конечно же, пока еще мы адаптируемся, и наше растение, я вижу, что уже не очень с радостью переносит такое резкое похолодание. Живем мы в Волгоградской области. Так вот, не сегодня-завтра произойдут заморозки. Нам уже обещали, у нас это часто бывает в Волгоградской области, сначала заморозки, а потом теплейшее бабье лето. И все, что выживет, то выживет. Все, что погибнет, конечно же, мы будем убирать. А теплицу мы сейчас уже закрываем на ночь, потому что здесь у меня растут помидорки. Здесь у меня дает хороший урожай огурчики, перчика, остаточки перчика у меня. В общем, я считаю, что еще пока рановато здесь все убирать. Но те регионы, где уже достаточно холодно, то, конечно же, уже надо приводить в порядок свою теплицу. И об этом мы сегодня поговорим. Итак, основной вопрос таков. Посоветуйте, как осенью правильно обработать теплицу и привести в порядок почву, чтобы уничтожить и вредители, и вот эту самую опасную, вредную патогенную микрофлору. Вообще обработка теплицы в осень предусматривает сбор оставшейся растительности, иногда замена верхнего слоя почвы и мытье стенок теплицы. И снаружи, и внутрь. Ну, снаружи, конечно же, дождик помоет, а внутри все-таки делать обязательно. Я вообще рассказываю разные методики, чем я обрабатываю, начиная от серной шашки или березового дегтя и заканчивая мытьем. Вот сегодня расскажу о самом простом способе. В первую очередь надо убирать мульчу. Некоторые люди говорят, что мульчу можно перекапывать. На улице да, в теплице нет. В первую очередь мы убираем мульчу. Мы убираем растительные остатки, выдергиваем и выкапываем все корни. Вот именно в них, в растительных остатках, в мульче, в тепличной и в корнях содержатся и инфекции, и вредители, которые могут нанести вред в последующих посадках. Затем проводим перекопку почвы на штык лопаты, чтобы бактерии, сорняки и личинки-вредители погибли. Теперь смотрите, если вы пользовались химическими производственными микроудобрениями, подкорками, всякими опрыскиваниями, я бы рекомендовала верхний слой почвы буквально 20 см снять и убрать. Почему? Ну, потому что он накапливает этот верхний слой в себе вот эти вот инфекцициды и удобрения. Ну, вообще, как, конечно, рекомендуется для таких людей, кто использует эти средства, хотя бы раз в 2-3 года верхний слой снимать где-то 25-30 см и заменять на новый. Заниматься подготовкой почвы в теплице нужно до наступления устойчивых морозов. Где-то в октябре, в ноябре, ну, в зависимости от регионов. Теперь, что касаемо обработки самой теплицы. Ну, снаружи, конечно, можно убрать старую листву, можно щёточкой швы почистить от пыли, можно помыть из шланга, можно не мыть, дождь сам всё это сделает. Ну, я обычно немножечко привожу её в порядок, щёточкой из щели выгребаю всю эту пыль. А вот внутри нужно провести ряд дезинфицирующих мероприятий. Раньше я показывала вам, как и жгла берёзовый дёготь, и серную шашку, как обрабатывала. Сейчас я расскажу просто самые простейшие варианты, которые, в общем, необходимы для теплицы. Это необходимо делать осенью. Внутри все стены, опоры, все соединения нужно обработать. Для этого достаточно просто сделать мыльный раствор. На ведро воды брусок хозяйственного мыла потрите на тёрке, размешайте, нанести на грязные поверхности, выдержать 10 минут и потом шлангом смыть. Таким же составом можно и помыть весь свой садовый инвентарь. Не думайте, что садовый инвентарь обрабатывать не надо. Очень даже надо, особенно если у вас, допустим, в этом сезоне бустолофитофтора или какие-то другие вирусные грибковые заболевания. Что касаемо щелей в теплице, вот если у вас часто возникают какие-то серьёзные заболевания у растения, то лучше обработать хлорной известью. Из расчёта 300 грамм на ведро воды и всё хорошо-хорошо обработать, а потом смыть водой. Всё, что уйдёт в почву, это даже хорошо. Для мытья теплиц из поликарбоната подойдут любые средства для мытья посуды. Может подойти пищевая сода, хорошо использовать марганцовку, ну, либо раствор хлорной извести из расчёта 300 грамм или 400 грамм на 10 литров воды, либо 5-процентный раствор медного купороса. Именно медный купорос тоже достаточно эффективен в борьбе с заболеваниями, вирусами, патокеной микрофлорой. Самый универсальный дезинфектор – это медный купорос. 100 грамм на 10 литров воды достаточно. Ещё это и хорошее удобрение для земли, для нашей почвы. Но вносить в почву не рекомендуется чаще одного раза в 5 лет, иначе у нас произойдёт повышение кислотности почвы. Очистить теплицу от всех видов болезней и вредителей поможет серная шашка. Я вам об этом уже показывала в прошлом, позапрошлом году. Если у вас теплица плёночная, то плёночку нужно хорошо промыть, продезинфицировать, просушить и снять, убрать её на хранение. Хорошая обработка вашей теплицы, вернее, даже не так, правильная и вовремя проведённая обработка теплицы защитит её от паразитов, от плесени, от грибков, и она прослужит у вас намного дольше. Вот и всё, ничего сложного, но это делать обязательно необходимо осенью, буквально перед наступлением таких устойчивых заморозков. Надеюсь, моя информация оказалась для вас полезной. Ну, во всяком случае, я старалась. Я желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения. Всего доброго, друзья, до свидания.